Бонжорно, Кари и Мичи. Меня зовут Халила Васетна Ильбеевна. И сегодня я проведу разбор олимпиадных заданий регионального этапа по Краснодарскому краю по итальянскому языку. Итак, перед вами сейчас будут открыты два файла для удобства, чтобы мы в одном файле могли наблюдать за нашими заданиями, которые были. То есть слева мы могли с вами что-то корректировать и показывать. Перед вами сейчас транскрипция аудирования. Вы сможете более подробно ознакомиться. Сейчас мы будем с вами разбирать исключительно те пункты, которые будут являться ответами на вопрос. Итак, пункт первый. Правильным вариантом здесь будет фальсо. Это неправильно, потому что здесь мы видим с вами буквально в первом предложении То есть не за покупками, а именно работать. Второй вопрос. И здесь правильным ответом будет б фальсо. Так как во втором предложении у нас идет пояснение Его собака ни о каком однокласснике и школьном друге речи не идет. Третье. В данном случае у нас будет вариант А. Правильный. И здесь же мы видим продолжение, что То есть естественно спичола последовала за ним. Поэтому мы можем утверждать, что это та же самая фраза, просто сказано немножко по-другому. Далее четвертый вопрос. И здесь правильным ответом будет А веро. Мы видим с вами в следующем предложении. То есть именно собака с печола будила мальчика по утрам. Вопрос номер шесть. Здесь правильным ответом будет фальсо. Неправда. Так как они как раз таки отправляясь. Пер ту та ла страда контиюавану аджукаре. То есть во время того, как они добирались на работу, все это время они играли. Поэтому здесь будет фальсо. Следующее. И в седьмом вопросе у нас будет также фальсо. Так как здесь у нас идет некий диалог, в конце которого Франческо ебель пермесо. Ди тенер сельканы. То есть Франческо разрешили держать собаку в магазине. Следующее задание номер два у нас идет уже также по аудированию, но с вариантами ответа. И в первом варианте у нас будет правильный ответ. То есть она скривила лицо, сделала гримасу. И этот у нас вопрос будет вот здесь отображаться. В этом предложении. Дальше. Номер девять. Правильным ответом будет чьи. То есть Франческо получила разрешение взять с собой в магазин с печелом. Только если она бы вела себя хорошо. Здесь у нас идет немножко запутанный первый пункт. С глаголом споркары. Который мог сбить вас с толка. В чем тут разница? Мы читаем первое предложение вот этого абзаца. То есть здесь у нас идет, что если оно не будет пачкать в целом магазин и не будет устраивать беспорядки. То есть здесь у нас речь идет именно о лапах. То есть если бы она не пачкала лапы. Такого в тексте у нас не было. Поэтому здесь будет правильный вариант. Именно общая характеристика. То есть вела бы себя хорошо. Дальше. Десятый вопрос. И здесь правильным ответом будет БИ. Спечеланель негоцьё довэва джокаре кон и бимби пикколи. И действительно в тексте мы здесь видим. Им паро а джокаре кон и бамбини пикколи. То есть пертенерли буони, ментре лоро маммэ дискутевану кон ла бефана. И так далее. Далее. Одиннадцатый вопрос. Мы завершили. Поэтому перелистываем сюда на двенадцатый. Спечола нон куношева и нови джокатоли перке. В двенадцатом вопросе у нас был правильный ответ А. И ответ мы можем посмотреть вот здесь. Эра тута нова. Здесь предварительно говорят про новые игрушки. Джокатоли нови. Нови. Че ла бефана aveва fatto реваре перла стагионе. Эра тута генте нова. Че Спечола нон куношева. Аэроплани, ариэкзьёне, ecc. Эцетра, да? То есть она не знала их. То есть... И дальше. Спечола. Нон ээра уно ди лоро, урмай. Апартенева аль мондо дэла джейнте вейра. Да? То есть... То, что она не была игрушкой, не была марионеткой, а была как бы живым существом, настоящей собакой. Тринадцатый вопрос. У нас правильным ответом будет Чи. Фаре аль лотта кон иль суа кане. Франческо си дивертива молто а фаре аль лотта кон иль суа кане. И здесь мы видим с вами в следующем абзаце, что Франки Франческо нон си дивертива пиу танто кон и жокатоли. Преферива ротоларся перори кон спечола, дарли ла ману да мордере, фаре а ла лотта кон луй. То есть именно борясь, играясь, дурачась вместе с собакой. Четырнадцатый вопрос. Минутку. В четырнадцатом вопросе правильным ответом будет так же Чи. Несуно джокатолу, Франческо дичева, И здесь есть такая фраза прямо из прямой речи Это слова, которые произнес Франческо. И в последнем самом вопросе мы выбираем вариант Би. И это мы видим здесь, в последнем самом нашем диалоге. То есть она как бы возмущалась и удивлялась. То есть что же у него такого на душе, да, у этого пса, чтобы столько лай. То есть поэтому мы можем выделить именно вот этот вариант, потому что Лос Гридава, она ругала его. Это не соответствует. И она была довольна, так же у нас не соответствует. Далее мы с вами переходим к... Мы закроем аудирование. Далее мы переходим к второму заданию. Это лексико-грамматический тест. И здесь мы с вами сделаем таким образом. Мы откроем с вами правильный вариант ответа, чтобы нам было удобнее следить за тем, какой вариант будет верным. Значит, здесь мы не будем читать с вами целиком. Вы можете спокойно ознакомиться без спешки. Мы будем разбирать только те предложения, в которых были пропуски. Итак, ланееве очисато. Здесь мы выбираем вариант А, то есть предлог Ди. Давайте, чтобы не путаться, я буду называть именно ту единицу, которую мы уже будем вставлять сюда. Ланееве очисато. Ди кадеире финалмейте. То есть, чесаре Ди. Это у нас управление глаголов. После глагола чесаре мы употребляем предлог Ди, если за ним следует инфинитив. И это является частью одного словосочетания. То есть, мы выбираем вариант У, так как у нас идет слово мужского рода, которое начинается с так называемой эссе импура, да, эссе, плюс, после которой идет согласное. Поэтому вариант Унза нам здесь не подходит. Только УНО СПЕКЮ НЕРУ. ШИНТИЛАНДО. Так, это у нас будет ТАНТЕ СТЕЛЛЕ. Здесь у нас идут две вариации. Слово ТАНТО и слово КУАЛЬКЕ. Методом исключения мы выбираем именно форму ТАНТЕ, так как только она подходит к согласованию нам в роде и числе. То, что ТАНТО у нас это мужского рода единственного числа. КУАЛЬКЕ после себя, напоминаю, требует только существительное в единственном числе. А здесь у нас СТЕЛЛЕ уже стоят во форме женского рода множественного числа. Дальше. Номер четыре. ЛАЛЬБА ЭВИЧИНА. Единственным верным вариантом здесь, конечно же, является артикль ЛАПОСТРОВ. В пятом пункте мы выбираем БИ, ДИ, НЕВЕ, потому что КУПЕРТО ДИ. Это устойчивое выражение. Далее. Мы выбираем форму БИ, КУЭЙ, так как только она у нас соответствует указательному прилагательному КУЭЙЛО в форме множественного числа мужского рода, когда слово начинается с согласным. Если бы у нас были полные формы, или слово началось быть с гласным, мы бы выбирали уже КУЭЙЛИ или какие-то другие. А мы убираем усеченную форму, которая в единственном числе КУЭЙМОСТРОВ, во множественном числе КУЭЙМОСТРОВ. Далее мы переходим к номеру 7. Номер 7. ЛАКАЗА ДИ РОБЕРТО. ЛУЛЬТИМО ДЕЙ БАМБИНИ. Мы выбираем вариант ЧИ. ЛУЛЬТИМО ДЕЙ БАМБИНИ, так как у нас множественное число мужского рода, мы соединяем с артиклем И. ЛУЛЬТИМО ДЕЙ БАМБИНИ РИМАСТИ СЕНЦА РЕГАЛЛИ. Здесь мы также по согласованию выбираем форму РИМАСТИ, потому что БАМБИНИ у нас мужской род множественного числа. Далее. ИЛЬ МАКИНИСТА, ИЛЬ КАПОТРЕНО, ИЛЬ КАПОСТАЦЁНИ, НОН ВОЛЕЙВАНО КРЕДЕРЕ АЙ ПРОПРИ ОКИ. Мы выбираем с вами форму БИ. ПРОПРИ, да, так как только она у нас стоит во множественном числе мужского рода. ПРОПРИ – это единственное число мужского рода, ПРОПРИ уже будет женский род множественного числа. ПРОПРИОКИ. ОКИ, ДАЛЬШЕ, ДЕСЯТОЕ, НУМЕРО ДЕЦИ. ДАВАНТИ АЛЬ КАЗЕЛЛО, ТОЛЬКО АЛЬ. ДАВАНТИ А. Это устойчивое выражение, да, сложный предлог, который употребляется именно после себя только ДАВАНТИ А. ДАЛЬЕ. Тут у нас как железные змеи. Мы употребляем предлог ДИ перед какими-то материалами, веществами, из которых сделаны предметы. ДАЛЬЕ. ЛАТЕРРА КОМИНЧАВА А ТРЕМАРЫ. Выбираем. Так, прошу прощения, я не тот показала, да, вот и вот как раз в двенадцатом мы теперь в пункте. То есть мы выбираем вариант А, потому что это опять-таки управление глаголов. КОМИНЧАРЫ А ФАРЫ. ДАЛЕЕ. ПОЙ. УН РУМОРЫ ТЕРИБЕЛЕ. УН РУМОРЫ У нас нет эссе импура, поэтому нам не к чему употреблять форму УНО. Мы употребляем самый простой артикль, неопределенный мужского рода. ДАЛЕЕ. БИЗОНЬЯВА. И здесь правильным ответом будет 14. В четырнадцатом пункте будет ЧИ. КЮДЕРСИ. ЛЕУРЕКИ. Здесь очень спорный пункт. Конечно, многие из вас наверняка выбрали форму БИКЮДЕРЕ, возможно, даже не дочитав до конца. Это, безусловно, два практически равноценных глагола. Но так как здесь подчеркивается, да, что это был шум невозможный, и они просто закрывали себе уши, да, вот этот факт того, что они себе закрывали уши, эффект возвратности, который усиливает данную окраску предложения эмоциональную, мы выбираем вариант именно КЮДЕРСИ. Он здесь будет наиболее полным. ДАЛЕЕ. ПЯТНАДЦАТЕ. КАЗИ. КОН. МИНУТКУ. КОН. ЧЕНТИНАЯ ДИ ФИНЕСТРЫ ИЛЛУМИНАТЫ. В пятнадцатом варианте, да, у нас тут не подходит ничего, да, то есть, а вот ЧЕНТИНАЯ ДИ, да, СОТНИЧЕГО. ДАЛЕЕ. После того, как поезд проехал, да, мы выбираем здесь форму ЭРА ПАСАТО, это у нас ТРА ПАСАТО ПРОССИМО, да, то, что предшествует прошедшему времени, поэтому НЕ НАСТОЯЩИЕ, НЕ ИМПЕРФЕТТО здесь не подходит. ДАЛЕЕ. Мы выбираем вариант НЕ, так как здесь у нас подразумевается, что из головы, да, вариант ЧИ у нас не подходит, потому что, когда они выступают наречными частицами, разница между ЧИ и НЕ заключается именно в том, что ЧИ это больше как замена предлогу А или ИН, а НЕ больше замена предлогу ДИ или ДА, то есть откуда-либо удалением. ДАЛЕЕ. Восемнадцатое. ПЕРРЮШИРЕ А СЕНТИРСИ. Мы выбираем здесь вариант А и предлог А здесь совпадает у нас, да, так как в управлении глаголов после глагола РЮШИРЕ требуется именно предлог А. Далее у нас идет такая устойчивая разговорная фраза КЕНЕДИТТЕ, да, здесь мы выбираем также НЕ, здесь уже у нас как ДИ КУЕСТО опять, да, ДИ КУЕСТО АРГУМЕНТО, как бы О ЧЕМ-ТО. В данном случае мы тоже употребляем предлог именно ДИ, ДИ в голове держим, а на речную частицу употребляем НЕ. И последнее самое, АБИТЕРЕМО КУЕ ПОТРЕМО ВИДЕРЫ ЧИНТИНАЕ ДИ ДИ ТРЕНИ ТУТИ И ДЖОРНИ. Здесь единственным вариантом у нас будет, конечно же, БИ, ТУТИ И ДЖОРНИ, когда мы хотим подчеркнуть, да, какую-то повседневность, прошу прощения, да, мы употребляем как раз-таки ТУТИ, обязательно определенный артикль, и само слово ТУТ, то, конечно же, мы согласуем. Далее, мы переходим с вами к лексико-грамматическому тесту, мы переходим к лингво-страноведению. Ну, прежде всего, конечно, хотелось бы сказать, что в этом году лингво-страноведение было очень сложное, вот, были учтены такие прямо нюансы, очень тонкие, вот, то есть для, как уровень именно заданий по лингво-страноведению с каждым годом, конечно, все растет. Итак, первый вопрос. ЛЕ МАРКЕ СОНО УНА РЕГИОНЕ ЧЕНТРАЛЕ, значит, марки у нас относятся к ЦЕНТРАЛЬНОМУ РЕГИОНУ. Второй пункт. ВИТОРИО МАНУЕЛИ КОНКВИСТО ИЛЬ ВЕНЕТО, НЕЛЬ, и здесь будет правильный вариант Б, МИЛЛЯ ОТОЦЕНТО СЕСАНТАСЕЙ. ДАЛЬЕ, ТРЕЦИ ПУНКТ, здесь будет правильным ответом вариант А. ТУТТЕ КУСТА ЧЕТА СИ ТРОВАННО НЕЛЬ ПИЕМОНТИ, ТОРИНО, АСТИ, НОВАРА. ИМЕННО ЭТИ ТРИ ГОРОДА ПРИНАДЛЕЖАТЬ РЕГИОНУ ПИЕМОНТО. ЧЕТВЁРТЕ, здесь в данном вопросе будет правильным вариантом ответ ЧИ. ИЛЬ МАССАКРУ ДЕЛЕ ФОСЕ ОРДЕАТИНЕ ЭУН ЭПИЗОДИО ДЕЛА СЕКОНДА ГУЕРА МОНДИАЛЕ. По-русски это называется массовое убийство в Ордеатинских пещерах. О чём идёт речь? Это массовая казнь итальянцев, партизан пленённых. 24 марта 1944 года, во время немецкой оккупации Рима, послужило причиной этому массовому убийству покушение на членов итальянского сопротивления. То есть были убиты полицейские полка СС. И вот в ответ на эти действия немецкие власти отдали указ, и 335 человек были расстреляны в пещерах этих. Далее, вопрос номер 5. Правильным ответом здесь будет ЧИ. Здесь вопрос такой, с подковыркой, с хитростью, потому что мы говорим, никогда была принята Конституция, она была принята ранее. А тут именно entra in vigore, то есть входит в силу, да, входит в своё действие. И, конечно же, это уже случилось с 1 января 1948 года. Мы продолжаем. Вторую часть лингво-страноведения. Здесь был простой вопрос, наверное, немножко сбившего с толка, но иль театру антику, наши, нелла, чита, ди, атене. Несмотря на то, что Атене у нас это Греция, и к Италии отношения не имеет, но именно там зародился первый театр. Далее, седьмой вопрос. Здесь, конечно, методом исключения можно было догадаться, потому что «Фратели в Италии» – это современный гимн, «Nel blu di pinto di blu» – это очень знаменитая песня «Domenico Modugno», то есть к партизанам она никакого отношения не имеет. Далее, вопрос достаточно сложный. «Il racconto di bucati e i giorni perduti» – вариант B. Просто запомните, что вот есть такой писатель, да, и есть у него рассказ. Конечно, это не из самых таких на слуху писателей, рассказов, да, тем более не писателя именно рассказов, но просто запомните, чтобы как бы добавить в свою копилку знания именно об итальянской литературе. Далее, «L'autostrada del Sole» – «Passa per», и здесь правильный вариант, вариант «A» – «Bologna». Что такое «L'autostrada del Sole»? Это трасса автострада А1, Милан-Няполь, которая проходит именно через Болонию и, получается, пересекает практически всю территорию Италии. Далее, в десятом вопросе у нас правильный ответ был «Mario del Monaco». «Non avinto mai» – «Il Festival di Sanremo». «Duminico Maduni» – это у нас первый победитель, да, знаменитый. «Claudio Villa» – это, по-моему, один из таких рекордсменов именно фестиваля Sanremo. Далее мы переходим с вами к чтению. Здесь я открою вопросы, а здесь у нас будет с вами сам текст, чтобы мы могли выделять с вами нотку. Итак, тексты были, в принципе, нетрудные. Опять-таки, мы будем останавливаться только на правильных ответах, где их посмотреть. Итак, «Melantica Roma», «Nonchera», «Labitudine», «Di». И правильным ответом здесь будет «Lavarsidimatina». «Lavarsidimatina». Вариант А. Сейчас, минутку. «Lavarsidimatina». Где мы это можем увидеть с вами? В самом первом предложении. «Pare strano mani suno ne le case de la Roma antica si lavava dimatina». То есть, никто с утра не умывался. Далее, второй вопрос. И здесь правильным ответом будет «A». То есть, чтобы проснуться, они максимум умывали лицо. Это видно уже в следующем предложении. «Al massimo». «Ci si banhava un po?» «Prendendo d'acqua» и так далее, и так далее. То есть, «Per zwillarsi che per l'altro». То есть, они умывали лицо только для того, чтобы проснуться. Но не для чистоты, не для гигиены. Итак, третье у нас будет «A quai tempi non existevano ancora?» И здесь правильным ответом будет «bi» – «ne sapone, ne doccia». Здесь у нас будет «ni душa, ni myla, ne существовало». Это мы можем найти здесь. То есть, «Luzo del sapone poi è ancora sconosciuto». И дальше у нас идет следующее предложение. «Guardando ci a torno nelle case romane scopriamuki. Non ci sono ne pure dolce». То есть, «Dusha» не было, естественно. То есть, «Nivan» и так далее. Идет у нас продолжение. Далее, четвертый вопрос. «A quai tempi non existevano ancora?» А, мы это уже с вами разобрали. Прошу прощения. Четвертый. «Il livello dell'higiene non romantica può essere paragonato a quello dei nostri tempi». Здесь тоже методом исключения. То есть, уровень гигиены в Древнем Риме может сравниваться с настоящим временем. То есть, у нас тут «Grecia antica medievo» не подходит. Где мы можем об этом узнать? Здесь у нас будет «La civiltà romane è stata quella più legata all'higiene di tutta l'antiquità». То есть, именно римская культура была связана с гигиеной. То есть, она как бы относилась... Была, наверное, самой гигиеничной, получается, культурой, нацией всего античного мира. То есть, здесь у нас дальше идет «Solo in epoca moderna, abbiamo raggiunto un livello paragonabile». То есть, мы только вот в настоящее время, в современное время можем достичь, как бы сравнивать себя вот с тем уровнем чистоты и чистоплотности. Далее, пятый вопрос. «Они romano si lavavano?» И здесь у нас идут, конечно же, «nelle termi pubblici», вариант «chi». Здесь у нас это будет, что у нас вот тут не было душа, не было ван, да. И «a qualche quartiere di distanza sono le grandi termi pubblici». То есть, вот эти знаменитые римские termi, они служили такой, как общественной баней, сауной, да. То есть, куда люди ходили и умывались, и мылись, да, то есть, и как бы наводили какую-то чистоту тела. Далее, шестой вопрос. «Le termi pubblici erano destinate?» И здесь мы выбираем вариант «chi», «a tuti» и «cittadini romani». Да, общественные бани, вот эти термы, они предназначались абсолютно для всех жителей Рима. Здесь у нас идет такая оговорочка, что некоторые «elite», да, то есть, вот, то, что у нас встречается здесь, как раз, в варианте ответа «a», да, они имели какие-то небольшие термы у себя дома. «Tutti coloro che non hanno questo privilegio devono frequentare le termi con tutti i altri». То есть, те, у кого не было такой привилегии, должны были посещать термы вместе с остальными. Далее, следующий вопрос, номер семь. «Le homini dell'antica Roma» И здесь вариантом ответа будет верным «дедикавано tanta attenzione alla curа dei capelli». «Infatti, gli uomini romani ci тenevano moltissimo alla curа dei capelli», да? То есть, очень много они уделяли времени уходу за волосами. И здесь у нас идет ответ на следующий вопрос, да, как раз «Le locioni che usavano i romani per la cura dei capelli non davano nessun effetto». То есть, они не давали никакого эффекта. И здесь мы видим в самом последнем предложении, продолжаем. «Cuzavano perucche, parucine, persino locioni miracolose», в кавычках, да, «che prometevano la ricrescita dei capelli». «Oviamente inefficaci», то есть, естественно, неэффективные. Отсюда мы можем сделать вывод, да, что «non davano nessun effetto». И мы переходим с вами к последнему самому заданию. Это второй текст, второе чтение. Итак, который назывался у нас «Los opero dei aerei», да, про забастовки. Итак, вопрос номер один. «Malgrado la giornata difficile il traffico aereo e regolare». Здесь у нас вариант «bi falso». И мы видим, вот, «dalle 12, poi non parte più quasi nessun aereo da Malpensa o da Fiumicino per lo shopero» и так далее. То есть, работа, трафик аэропорта не был нормальным, да, то есть он не был регулярным, он был приостановлен. Далее, вопрос 10. «A Malpensa и линате sono statи cancellati moltissimi воли а causa di uno shopero». Это веро, да. «Malpensa» у нас говорится вот сейчас, да, то есть вот в этом абзаце большом. И также мы видим, что вот «воли, cancellati, а линате». Далее, одиннадцатый вопрос. «И lavoratori del settore транспорта аэро hanno manifestato fuori dalla аэростazione». «Куя фальсо», здесь это будет вариант «bi», так как здесь у нас есть «и lavoratori del settore транспорта аэростанно facendo una manifestazione all'interно dell'aэростazione». То есть внутри аэропорта они бастают. Далее, вопрос 12. «Ла небе а креато грави дизаги дополи 10 дэла матчина». И куи е фальсо. Двенадцатый би фальсо. «Здесь мы найдем и дизаги ди куэсто шоперо э агравато дали дефекольта импостэ гяаста матчина фіну але 10, то есть вплоть до 10, да?» Вот тут у нас будет не после 10, а вплоть до 10 были, как бы, эти проблемы, да, усилены туманом. Вопрос 13. «И пасаджери соно урмай рассењати анке пэркэ лошоперо эра стато аннунчато?» И здесь будет верным вариантом, вариант А, веро. Так. «И пасаджери, янтеза, соно пьё дэсэнта расењати кэрабиати». И вот тут мы видим, да, то есть дальше дунальта партэ лошоперо эра стато аннунчато. Продолжим. Вопрос 14. «Ла соцета че гестисше лаэропорто инвита ё пасаджери а торнаре ё кааза?» Фальсо. 14 е фальсо, так как у нас идёт начало вот тут. «Ла соцета че гестисше лаэропорто инвита ё пасаджери че дэвано партире нел тардо помериджи а контактаре ле компаніе, то есть связаться с компаниями, аэропеакампаниями, да, для решения каких-то проблем». И последний самый вопрос. «Ле превизиони дэл темпо прометтоно у милюрамето версо сэра». И здесь мы также выбираем вариант Би фальсо. Так как в самом последнем предложении «Ле превизиони дэл темпо портропо парлно анкора динебия, анке куэста сэра, и куинди ла ситуационе айме квази чертаменте нон милюрера». То есть здесь никаких у нас улучшений не предполагается, поэтому как бы говорится о том, что туман не рассеется. Мы закончили с вами с основной тестовой частью. Хотелось бы сказать пару слов буквально про письменное творческое задание. У вас была интересная тема. «Куношире у нас секунда лингва, синифика по северю на секунда анима». Тема интересная, близкая к вам, потому что вы учите иностранные языки. Ну, здесь вы посмотрите все свои работы. Нужно сказать просто, на что мы обращали внимание. Есть там несколько критериев оценки, по каждому из которых выставляется конкретный балл. И вот очень весомыми баллами были такие графы, как содержание, структура текста, то есть насколько организовано вступление, основная часть, заключение, грамматическое оформление, орфографическое оформление, то есть и некоторые другие. Вот эти основные критерии, они у нас лежали в основе проверки ваших письменных работ. В целом хочу поблагодарить всех участников. Вы большие молодцы. Мы будем ждать вас на наших дальнейших этапах Олимпиады. Будем надеяться, что как можно больше из вас пройдут финал, и мы сможем с вами достойно представить наш край на всероссийском этапе Олимпиады по итальянскому языку. Грация Тути и бона джурната. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому!